Да, ребята, буквально да. Два слова о Димке Лукиче. Дима Черный Лукич, первый раз мы с ним встретились, когда он какими-то опольными путями приехал в наш край. Я пришел на концерт, я был в восторге, потому что я всегда слушал Диму, я очень любил его песни всегда. Был даже период, когда мы вообще не выключали альбом «Девочка и рысь». Вот я помню, был альбом, второй альбом был «Будет весело и страшно». Мы их крутили просто во 24 часа в сутки, мы обожали его. Мы его воспринимали как часть летовской тусовки, да, и все такое. Когда я его увидел, я как бы запомнил, то есть, что был такой вот хороший концерт, я услышал слово «Квартирник». Я сразу быстренько на вас ел уши, что, где, как, о чем. «Квартирник» был через два дня, я туда приехал. Все было очень здорово, очень классно было. Это было, по-моему, у Вити дома, у Левина, если не ошибаюсь. «Витя, может, ты меня поправишь». Приехал он с Олегом Чеховским из группы «Пути». Где-то он там у себя живет, там, в центре. «Олег, если ты меня видишь, то очеркани мне там пару слов, а то я бы хотел с тобой все-таки повстречаться». Я теперь тоже отец такой же, как ты. В общем, короче говоря, они приехали, и сразу же мы договорились о том, что «Квартирник», то есть, а, тот «Квартирник», значит, Вы Вити. Потом, и был объявлен перерыв, я вышел на крыльцо. Я там был, точно помню, я был один там, стоял, курил, что-то говорил, там, по телефону или что-то искал. И вдруг меня кто-то хлопает так по плечу, я поворачиваюсь, ну, Дима стоит, а Дима же был два на два такой, он говорит, слушай, говорит, а у меня есть такая, смотри, все мои песни наизу, знаешь, ну, не все, старые знаю, да. Он говорит, слушай, говорит, у меня такой напиток есть, и достается за пазухи такой пол-литра коньяка. Меня этим было неудивительно, я сделал, как бы, радостное лицо, сказал, ну, конечно, да, отлично, че. И мы ее с ним за полчаса вдвоем, без всякой закуски, просто под разговор выпили. И за это время мы успели друг друга понять, подружиться, и следующий «Квартирник» был уже у меня. Это потом был еще один его приезд, где уже мы тусовались совсем плотно, он у меня тогда оставался ночевать и все такое. То есть мы с ним там, ну, конечно, бухали, конечно, все такое, но это не важно сейчас. Потом был его приезд, когда я записал песню, вот эту вот песню «Победа», которую еще можно назвать «Суровая нить». И вообще-то она называется «Дима ее посвящил Янке». Я ему тогда сказал, что вот, а можно я ее сыграю как кавер? Он сказал, слушай, будет альбом моих каверов, если ты ее запишешь, то я ее засуну в альбом. Я не знаю, альбом, к сожалению, не успел выйти, но я ее успел записать и даже поставить ее «Димке послушать». Димка пришел в восторг, он сказал, отлично, это то, что нужно, это все правильно сделать, отлично. Он, кстати, мне даже аккорды показал, все вот эту вот песню. И я помню, вот очень хорошо, помню этот эпизод уже, летого не было тогда уже, и мы сидели с ним, и он мне сказал, слушай, если вдруг что-то будет, сделай так, чтобы мои песни не забывались. Он сказал, Димка, ну что с тобой может быть, господи, ну не гони ты бесом, ты же здоровый молодой, или че, ну что, какие наши годы, ну куда там, че там. Он мне сказал, парень, я тебе сказал, ты запомнил. Потом был еще один его приезд, это был последний квартирник, и он чем-то страшно напоминал концерт Курта Кобейна в Нью-Йорке. Не знаю, чем мне брело в голову поставить свечи во всей квартире, я поставил около ста свечей, вот такие вот были свечи, такая атмосфера была классная. Димка одну песню почти никогда не пел, точнее я не слышал, чтобы я ее пел на концертах, на которых был я. Это песня, которая летом поет еще, нет, нет, не мы идем в тишине, а вот это вот. Это липкий страх, это в Ленинских горах, вот, он всегда говорил, ничего хорошего в Ленинских горах нету, это просто летом она понравилась. Я помню, что я на этом квартирнике, я вышел готовить чай, вдруг я возвращаюсь, я слышу, Димка поет вот эту вот песню, это в Ленинских горах. Я подумал, что-то Димон, что-то не то странно, ну ладно. А потом был мой концерт, я слез со сцены с таким чувством сделанного Дима, и вдруг звонит моя жена, и говорит, ты уже слез со сцены? Она говорит, да, говорит, только спокойно, вы что? Говорит, Лукичев, я говорю, что? Как это может быть? Неправда. Нет, говорит, это правда, я сразу же поднял телефон, Лене, его жене звоню, Лена говорит, что там? Говорит, то, что ты знаешь. Вот так вот оно было. Не было у меня друга, честно говоря, лучше, чем Димка. Это был человек, которому я звонил, когда мне было совсем тяжело, и он всегда, добрым словом, как-то так душевно меня отогревал. Я отогревал, достаточно было с ним поговорить 10 минут, чтобы понять, что жизнь не так уж и плохая, и что все на самом деле в ней отлично. Да, я могу сказать, что это был действительно мой друг. Если про Летова, про Манагера, про Кузю, я могу сказать, что кореша, друзья, да, все такое, но таких вот друзей, как Димка, у меня было очень мало. Поэтому я и хочу спеть песню, которая называется «Свобра, иметь». «Свобра, иметь».